Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делали утепление мансардной крыши. У меня минераловатным утеплением 250 миллиметров. Сейчас у нас последний этап работы, это сдача объекта. Мы уже смонтировали пароизоляционную пленку. Если посмотреть, перевернуть камеру, вот так вот это выглядит. Пароизоляция, обрешетка шаговая примерно шагом 300 миллиметров, сухая строганная доска. Александр, директор института пассивного дома, будет сейчас нашу работу проверять. Будем делать аэродверь, blow door тест, создавать перепад давления 50 паскалей, да, Александр? 50 паскалей, да. Расскажите в двух словах про эту процедуру. Все просто. Нам подготовили проем, в который мы вставим оборудование плотно. То есть создаем здесь разрежение минус 50 паскалей и проверяем все неплотности, фиксируем их и по возможности исправляем. Но надеюсь, что их будет мало. Потому что, ребята, что скажете по поводу работы? В целом видно, что контур замкнут. Вот. Визуально проблем я не вижу сейчас никаких. Но время покажет, да? Время покажет, да. То есть испытания выявят все неплотности. Ну и я думаю, ничего страшного в этом нет. Александр, еще такой вопрос. Важна ли вот эта вот процедура, которую мы сейчас делаем, или это баловство больше? Это очень важная процедура. И этап выбран правильный. То есть, когда смонтирован проницаемый контур и не начатые чистовые отделочные работы. То есть на этапе черновой отделки, когда смонтированы окна, смонтирована пароизоляция, как раз идет проверка нашего воздуха непроницаемого контура. Вот. Когда мы его проверяем, исправляем какие-то ошибки, принимаем. Да? То есть можно потом спокойно делать чистовую отделку и уже не переживать, что все начнет отклеиваться, отходить там и соответственно будут проблемы с внутренним микроклиматом. То есть получается проверить качество, особенно вот таких вот сложных мест, которые у нас здесь, по большому счету, кроме как испытания на аэродверью нету, правильно? Других вариантов нет. Ни тепловизор ничего не поможет, тем более сейчас лето, да. То есть потому что мы создаем перепад, который приближен к тем, которые могут возникнуть при эксплуатации, да. То есть соответственно выявляем все вот эти неплотности. То есть когда будет порывы ветра и так далее, мы вот сейчас, грубо говоря, этим испытанием как раз и вот такие вещи, ну, пушка, не моделируем, а тестируем. То есть и проверяем наш контур. Вот. Если это не сделать, тогда проблема будет на этапе чистовой отделки, да, то есть и вскрывать это будет... Возможно будут проблемы с работой некачественными, правильно? Если работой некачественные, да. Проверить ее качественно, она или некачественная, можно только после вот испытаний. Да. В идеале делать два испытания на этапе чистовой и чистовой, черновой отделки и чистовой. То есть это прям в идеале, но первое испытание обязательно сейчас. Все, спасибо. Вставляем наш проем. Полотно, да, Александр? Да. С помощью брусков сформировали проем, потому что сейчас можно будет довольно плотно это все установить и раскрепить. Порядка 900 кубов уходит. 940. Сейчас будем смотреть, куда они уходят. А вот это N50 что обозначает? Ну, в данном случае, если бы мы 50 паскалей поддерживали в течение часа, то за час ушло бы 900 кубов. То есть поменялось бы два объема здесь. То есть у нас объем порядка 450 кубов, да. То есть мы видим, что за час у нас поменялось бы два объема. Ушло бы 940 кубов. Сейчас программа уже что-то показывает, какую-то информацию. Мы можем понять, герметично, не герметично? Ну, в данном случае пока цифра довольно такая средняя, да, то есть она в рамках норм, но довольно высокая. Посмотрим, куда уходит. Тут есть внутренние перетоки, вот, потому что вот эта конструкция вся не герметичная. Вот, но в принципе, вот здесь вот сифонит во многих местах, да, то есть это можно будет померить, если надо. Вот есть окна, например, я вижу, да, которые тоже будем сифонить, но это позже. Сейчас мы проверим крышу, да, то, что нас интересует, и проверим вот все эти стыки. Да, брусья, как я? Так, вот здесь у нас есть не герметичное место, сложное место, вот этот вот угол. Мы уже начали испытания проводить, и если посмотреть здесь, у нас тут трещина, да. Сейчас мы его сразу раз, исправляем этот момент. Мы взяли с собой ленту вот такая вот Эльтофлексбан, чтобы если у нас есть какие-то косяки, чтобы можно было их сразу... Ну, у нас все равно где-то там будет сифонить, в другом месте. Ну, штричина-то есть, да? Ну, да, вечно она больше... Она сейчас вот сюда пойдет. То есть, ну, это как бы брус уже такой, то есть, видишь, она по этому периметру будет все равно сифонить. А если полностью здесь проклеить? Да, как смысл, у тебя в другом месте выглядит. Не, ну, можно весь от брус, конечно, проклеить. Все включено. Очень важно замыкание пароизоляции, то есть, есть проблема за брусом, за этим, с другой стороны. Сюда по шву начинает проходить воздух. То есть, проблема там, с другой стороны. Там проклеено? Там проклеено, но вот получается, что к брусу все это приклеено, а вот через эту щель начинает тянуть, сжать сумму. Когда кое-что, он внутри находится. Сколько там показателей? Было шесть. Там, там под шесть метров было. А сейчас? Сейчас ничего нету. У нас гримки. Ты молодец. Заклеился. Давайте вот эти стыки проверим, мне очень интересует. Берем такой щель, вроде тут проклеено, но как будто бы тянет, нет? Или это окажется? Вот здесь вот может быть вопрос для стык пленки, вот здесь, вот это место. Ну, здесь все нормально. Вот такой щель, вот я вам держу, не может быть. Вы можете приложить эту тайру, выбери руку. 0, 0, 3. Да нет, вот это ничего, это просто вы дышите, а еще тут. Как не дышать? Понятно. То есть, это качественно, да, сделано? А вот стык тут есть у нас, вот здесь, Александр. Вот в этом месте. Вот здесь, где стык двух этих, у нее. 0. Значит, нормальное место. Тут просто более холодная стена. И когда открываешь, то ощущение, что кто-то будто тянет, да? Да. Так, ничего здесь нету. Так, дальше стремяночку надо идти по... Есть такое у нас небольшое сложное место, вот где арматура. Вот есть небольшое сифонное, да? Сколько там примерно? Нормально тут. То есть, дополнительно нужно будет их проклеить. Максим, сфотографиры? Снимаю, Александр. Так, значит. Ситуация следующая. Значит, у нас очень... Вот этот участок, по сравнению с этим, да, сильно отличается по качеству. То есть, непонятно гладкий, да? Ну, совсем не гладкий, я бы сказал, да? Такой прям колючий, шершавый. Особенно в верхней части, вот видим, да? То есть, прям такие вот совсем некачественные участки. И вот весь этот участок у нас относительно плохой. Не герметичный. Не герметичный. Вот, например, вот здесь. Вот здесь видно или нет? Угу, видно. Вот, у нас довольно хорошо сифонит. Угу. Угу. Сейчас я поймаю. Дальше, наверное, рукой чувствуется, да? Да, рукой чувствуется. Но здесь проблема в чем? Вот я вот так вот если я уберу, видно? Значит, здесь просто мы видим, что... Не суперидеально прижимается клеем. Не хватает вот этой ширины, вот этой клеющей ленты, для того, чтобы хорошо приклеить. Да, то есть, мы видим такое вот, как бы частичное приклеиваемое, вот, и где-то такими небольшими кусками начинает продувать. Вот здесь вот, например, вот, у меня сейчас не хватает рук. То есть, дополнительно это место нужно будет проклеить, правильно? Ну, как минимум. Вот, могу показать, да? То есть, видите? Да, плод. Вот еще где угол, там и так далее. Это вот там показатель какой? 0,44-0,46. 0,44 метра в секунду, да? Да. То есть, вот такие участки, они, вот, видите, да? Особенно там делают. Вот такие вот неровности. То есть, лента не может. Вот прям я дырку сквозную показываю, да? То есть, здесь она не примыкает. То есть, она дополнительно там сделала. Вот, либо надо 2-3 слоя вот этой клейки, полосы делать, либо по факту надо вот нормальную требовать поверхность. Огромно. То есть, вот до этой границы мы дошли, проблем не было. Вот она, граница, да? Вот она может показать границу. То есть, до этой границы нет. А здесь начинается вот эти участки. Здесь мы пометили, вот здесь, пометили, здесь. То есть, мы видим, что качество здесь уже не то. Понятно. То есть, вот порядка тут, ну, 3 метров в секунду. Так далее. Что-то показывают? Да. Тут есть непроклеенные участки. Снимать, конечно, неудобно. Вот. Эти я могу снять, если надо. Ну, и такие локальные, небольшие. То есть, когда подрезаете под углом, то есть места, где она начинает... Подходить. А ее там просто не перекрывается одно другим. Угу. Могу заснять. Надо? Да. Ну, что, сдать? Или сразу? Давайте лучше сразу проклеим и все. Все там. Слушай, надо свою компанию открывать. По проклейке. Это доп. работы, да? Да. Мы знаем, что будет такая шляпа. По проклейке, не доклейке. Нужно же так-то зарабатывать. Да. Так, где-то... Где-то мне еще дует в голову. Я понятно. Да я вот тоже смотрел, смотрел, ни хрена не понял. Вроде как бы дует, а разве нет? Мы, знаете, что сделали? Обклеили полностью балку со всех сторон, сделали ее герметично. У нас есть вот такое вот отверстие, и прям чувствую, что отсюда фигачит. То есть трещины у нас сколько дает? Нормально дает. 0,6. Это много, да? Ну, конечно. То есть надо с герметиком заполнять, правильно это все дело? Нет, ну, надо правильно делать. 0,8. Вот. Давайте обратно. Александр, вы неправильно сказали, надо правильно делать. Нет, я не сделаю все правильно. Сделано правильно, но сдувает, да? Сдувает. Вот оно. Могу еще здесь, по-моему, это не реально заполнять щель, это будет образовываться. А как делать-то правильно? Александр, еще расскажите вот про этот момент, что полностью рассветливается насквозь, да? Здесь полностью насквозь рассветливается более широким диаметром. Примерно какой диаметром нужно? Ну, вот здесь вот щель, вот она, раз практически сантиметр, да? Можешь дать мне, кстати, этот. Можешь поддать сюда. Вот. Нужен, смотри. Все профессионально. Вот, у нас практически здесь сантиметр, ну, 9 миллиметров. То есть над диаметр больше. То есть можно 1,2 миллиметра, ну, шире. И насквозь. И насквозь. И полностью герметиком заполнять. И полностью заполняешь герметикой. Тогда вот эта вот лента будет замыкаться на тот герметик. То же самое с составные балки, да? То есть когда две доски сшиваются и так далее. Вот здесь вот вы проклеили, да? Вот, видишь, у тебя есть возможность проклеить. Ну, тоже там тяжело. А очень часто их состыковывают. То есть это нормально мы проклеили? Здесь, да. Ну, в идеале, чтобы шире было, но для жесткости их состыковывают. И там тоже приходится рассверливать. Да, по-другому никак. Вот, рассверлишь, вот тут уже точно насквозь, да? То есть и заполняешь герметикой. Потому что там все равно у нас тревогица из двух баллов. Александр, после того, как мы провели исследование, много ли у нас ошибок? Попали мы там в стандарты, не попали? В двух словах можете рассказать? Могу в двух словах кратко. Значит, в стандарт, если мы говорим про нормы российские, практически попали. То есть цифра, которую мы получили, чуть больше. Но мы проверяли на круиз-контроле. Если мы проводили серию испытаний, мы практически попали в двойку, которая нормируется для зданий с механической вентиляцией. Это вот N50. Для России, да? Для России, да. Вот. Но если посмотреть то, что выполнено, слабые места были, мы их обнаружили, вы их легко устраните. То, что касается 2D-узлов, это примыкание с штукатурками и так далее, локально были эти участки плохо выполнены там, где либо трещины в штукатурке, вы тут не виноваты, либо сама поверхность штукатурки была шероховатой очень, ее надо было выравнивать. Но здесь вы это устраните за счет обмазочных материалов. Тоже проблем нет, это не совсем к вам претензии. Да, то есть к качеству подготовленных работ. То есть либо надо было более качественно выравнивать, либо нужно было какие-то другие материалы использовать. Правильно? Да, да, да. То есть либо то, либо другое. Такие, как говорится, более-менее острые узлы были там, где 3D-примыкание, но их не так много, и вы это тоже решите. Как их решать, мы написали в отчете с подробными инструкциями. Это не такая большая работа. Единственное, что мы нашли, это большую неплотность между двух стен. То есть там реально порядка 3 метров за зонт, зазор шириной где-то 30-40 миллиметров. Куда уходило порядка 500 кубов. То есть если это убрать, из тех 950 кубов в час, которые мы ловили, получается, что мы где-то находились в кратности единицы. Кратность единицы это хорошо? Это очень хорошо для обычных зданий. Для энергоэффективных недостаточно, то есть лучше меньше, но для обычных зданий и средних это очень хорошая цифра. Понятно. То есть получается, грубо говоря, основная неплотность это вот то, что вы сейчас сказали, да, вот в эти, сколько там сантиметров? 30-40 сантиметров? Это 30-40 миллиметров и длина порядка 3 метров. То есть это одна стена, пристроенная к другой. И между ней, по верхней части, мы это увидели, когда уже в конек подобрались. Это реально длинное такое. То есть если это убрать, то в принципе наши показатели, даже с теми ошибками, которые мы допустили, они в принципе хорошие. Они, да, они в нормах, в очень хороших допусках. Ладно, все, спасибо большое, Александр.